Я поздравляю вас с днём Пятидесятницы, с днём излияния Духа Святого. Этот день есть напоминание того, что Бог возлюбил людей. Что на земле ты не один. Вы знаете, Бог сказал, что Он послал бы Духа Своего, Духа Святого. В знак того, чтобы человек чувствовал то, что у него есть защитник, тот, кто хранит его. Его приход был также приходом отца и сына. Потому что, когда Дух Святой поселяется в жизни человека, вместе с ним приходит и отец и сын. Или же Троица начинает, так как сегодняшний день он также известен, как День Троицы. Отец и Дух Святой, они поселились в жизни людей, в сердцах людей, на земле. Сирота тот, кто оставлен, у кого нет защитника, хранителя, тот, кто бы мог ухаживать за ним, хранить его. Но Иисус сказал, Я не оставлю вас одних. Я не оставлю вас сиротами. Я вновь приду к вам. Или с одной стороны, другой приходит. С одной стороны, Дух Святой приходит. А с другой стороны, Я не оставлю вас сиротами. Он разговаривает с ними, как отец. Другой приходит, но он говорит, И я приду к вам. Само собой, приход Духа Святого, это есть приход Отца и Сына в нашу жизнь. Давайте начнем. Деяние 2.2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И он говорит, что излияние Духа Святого, было при сильном шуме на том месте, где они были собраны. Это был небесный шум, и Лука говорит, что это был такой сильный шум, на который собрался весь город на то место. И этот шум наполнил весь дом. Вот почему мы шумны. Потому что Дух Божий пришел с шумом. Когда приходит Дух Святой, колеблется все видимое. Когда в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, он потряс все то, что было связано с религиозной системой правления. И священнослужители, они постарались где-то как-то заглушить этот шум, дабы этот шум глаз его не был распространен. Однако ученики сказали, когда Дух Святой сошел, Петр сказал такие слова, что вы можете угрожать нам. Вы можете запрещать нам. Но то, что пришло от Бога, ничто не сможет остановить на этой земле. То, что пришло в нас, обязательно дает нам говорить. И как Дух Святой начнет провещевать человек, и человек начнет изрекать. И мы будем говорить то, что Бог говорит, что бы мы говорили. И в Деянии 4, 29 по 31, мы читаем. И в Деянии 4, 29 по 31, И на них, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, и насадил они о знамении чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились от Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Знаешь, когда Дух Святой пришел на землю, люди, они были в болезнях, они были в нищете, они были в пленении, они были в оккупации, коррупция душила страну, у людей не было утешителя, не было того, кто бы вступился за них, и необходима была какая-то сила, которая бы все это поколебляла, и вот в день Пятидесятницы, потому что если бы эта сила не пришла, на землю, сколько бы ученики не учились, ничего бы у них не получилось, три с половиной года они прошли школу Иисуса, в которой он их обучал, но он сказал, не отлучайтесь от этого голода, никуда не уходите до тех пор, пока не придет сила слыша с неба, до тех пор, пока не придет Дух Святой, по той причине, что если бы он не пришел, у них бы ничего не получилось здесь на земле, то образование, просвещение ничего бы не дало им, то знание увиденное ими чудеса, ничего бы не принесло, а потому сказал, не отлучайтесь не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного Отцома, и книга Деяния начинается с того, что сошел Дух Святой, и книга Деяния было написано, потому что Дух Святой начал действовать на земле, ничего бы не происходило, если бы не было Духа Святого, вы знаете, в первом веке было крещение Духом Святым, но затем дьявол куда-то заглушил, запрятал это открытие, они крестились в воде, и тут еще под вопросом, как, но крещение Духом Святым полностью было затемнено, сегодня на сегодняшний день, число крещенных Духом Святым христиан самое большое, оно превысило один миллиард, тот, кто крещен, кто крещен Духом Святым, вы знаете, в последний период, я изолью от Духа Моего, последнее столетие, страны изменились, азиатские страны стали христианскими, и все потому, что кто-то крестился Духом Святым, и эта сила пришла в действие, никто не изменится, никого ты не сможешь изменить никакими откровениями, и если Дух Святой не изменит человека, а потому было необходимо излияние Божьего Духа на эту землю, чтобы полностью объемлить землю, чтобы попросить основательно до основания эту землю, и когда они исполнились Духа Святого, поколебалось то место, где были собраны ученики, и они стали проповедовать дерзновение, и с того дня вы можете просмотреть то, о чем они молились, Господи, даруй нам дерзновение, чтобы мы твердо говорили Слово Твое, чтобы нам не бояться донести Слово до бедного, до сокрушенного разбитого сердца, до плененного, до пленника, до раба греха, до любого нуждающегося в избавлении и спасении, даруй нам дерзновение говорить, и пусть потом твоя рука прикасается, дабы совершались чудеса и знамения, и вы знаете, когда говорилось дерзновенно о прощении, о примирении, о благословении, об обогащении, о преуспевании, когда говорилось дерзновенно, о свободе, люди получали все то, что было им необходимо, Бог сотворял чудеса, и Бог хочет сотворить сегодня, аминь, сахмесори, текус медиан, тураметамдем, дияния 2 глава 16, 18 стихей, нашего дому, не самaloсь, неencu н dwa разосну, он говорит, что было, они не былиized, что было, ищем, что было. И было сразу после излияния Духа Святого Петр сказал Но это есть предреченное пророком Иоилем И будет в последние дни, говорит Бог И залью от Духа моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши И юноши ваши будут видеть видения И старцы ваши с наведениями вразумляемы будут И на рыбов моих, и на рабынь моих В те дни залью от Духа моего И будут пророчествовать И зальют Дух мой И на девочек, и на мальчиков И на пожилых На всех сойдет Дух Божий На всякую плоть И что-то произойдет Когда Дух Божий приходит в человека Открываются двери Духовного мира И молодые, и пожилые И мужчины, и женщины Они начнут пророчествовать И здесь речь не идет о гаданике Пророчество это значит Когда ты предрекаешь заранее то, что Бог хочет сделать Молодые, и пожилые Кто-то получит слово Кто-то увидит видение Кто-то в виде сна И то, что они примут Для изменений, перемен Исцелений Успешности Благоденствия Спасения семьи Для народа И не имеет значения Какой сферы это касается Они примут Либо слово Либо видение Либо сон И рабы мои Начнут пророчествовать Будут пророчествовать Когда пришел Дух Святой Дух Святой давал им провещевать Так как Духу было угодно изрекать Это пойдет изнутри Чтобы говорить Чтобы говорить о переменах Говорить об исцелении Говорить о прощении Говорить об изменениях Говорить о преуспевании и успехе И после этого написано И вы увидите Знамения на небе И чудеса на земле И после этого Всякий, кто призовет Имя Господне Спасется Когда Божий Дух Пришел на землю Моментально начались изменения Бог поколебал царство сатаны Всякую систему Всякую систему Которую тот удерживал Было ли это политическое Экономическое Или религиозное И начались перемены на земле Потому что изменения Начались в людях Вы знаете Порой мы думаем Да там наверху изменим Анмы В чем мы тут нуждаемся Потому что голова Начинает с головы гнить Как говорят И мы часто бьем По этой голове Злословием проклинаем Да рыба гниет с головы Но освещается с хвоста Не изменением правительства Изменением народа Меняется правительство Когда мышление в народе Изменяется и справляется Тогда это побуждает Меняться и верхушку И по всей причине Массы менялись В период Иисуса И апостолы Они достигали до масс Нуждающихся Больных Те которые нуждались В помощи Почему Иисус говорит Блаженны нищие духам Да потому что нищие знают Что он нуждается В помощи Что сам он не сможет Справиться И не сможет победить Он многое чего не может А потому у него есть потребность Кому-то кто сильнее его По этой причине Когда ученики шли Они проповедовали Среди таких людей Империи сокрушались Когда изменялись Народу люди Когда Божий дух Менял людей Вы знаете Это было первое излияние Духа Веками раньше Пророк Иоиль Он пророчествовал Эти слова Но в последние дни И зальет Духа моего И две тысячи лет прошло Когда Бог говорит О последнем времени Подразумевается Вообще последний период Библия Библия говорит О раннем и позднем дождях Что Бог Он и зальет И дождь ранний И дождь поздний Об излиянии Духа Святого Пишут Исаия Иезеки Иеремия И малые пророки Книга Малахи Это последнее пророчество Последнего пророка До того периода Когда с того времени Четыреста лет Было молчание И Бог не говорил Последний пророк Ветхого Завета Который описывает Последний период И излияние Духа Святого Пророчествует об этом И если мы будем Подразумевать о том Что сейчас уже Последний период Это значит Что мы должны Ожидать Излияние Духа Святого Мы должны ожидать Излияние Духа Святого Большей силы Нежели было до этого Между ранним и поздним Дождями были Дожди так же Бог так установил И периодически происходили Пробуждения на земле И излияние Духа на землю Но в последнее время Когда говорит Бог И я излию Духа Моего На всякую плоть И это не подразумевает Какую-то только территорию Это будет массово Это будет по всему миру Когда начнется Излияние Духа Святого И что-то в тот период Произойдет И книга Малахи Как раз таки говорит О позднем И я думаю Что наше поколение Увидит Это пробуждение И слова Малахи В первую очередь Касаются Нечестивого Растленного Развратного Мира И во вторую очередь Он обращается К любящим Бога И богобоязненным Малахи Малахи Первый стих И вот придет день Пылающий как печь Тогда все надменные И поступающие Нечестиво будут Как солома И попалит их Грядущий день Говорит Господь Савауф Так что не оставит у них Ни корня Ни ветвей Никогда знаешь Не был мир Подобен сидящему На огне Как сейчас Посмотри Бог говорит Вот приходит день Пылающий Как печь И вот в этот Последний период Бог что-то сделает Все поступающие Нечестиво И все надменные Они станут Как солома Другими словами Малахи Говорит Что они Лишатся Любой защиты Не оставлю Не оставлю Ни корня Ни ветвей И всякий Высокомерный Который Нечестив И надменен Что-то Произойдет Он потеряет И корень Ни ветви Кто есть Сегодня Этот Высокомерный Самое большое Высокомерие Это Проявить Свой грех Пред Богом Если хочешь Пред людьми И при этом Не стыдиться И не стесняться И говорить Бог не видит И не воздаст У Бога Нет времени На это Это зло Когда люди Выходят И устраивают Различные Исшествия И парады Смотрите Мы грешны И они даже Не скрывают Как будто бы Гордостью Стало жить Во грехе Но вот Наступит Один день Люди иногда Так задумываются Под таким давлением Там Америка Там Европа Там вообще Инопланетяне Они какие-то И вот Как будто бы Такое давление Да это обязательно Будет И оно умножится А мы немощные Беззащитные Слабые Перед этим Никто Ничто не сможет Противостать Греху И при этом Он умножается И они Высоколенны Ничто их не интересует Они надменны В злодействии Своем Демонстрируют Демонстрируют Свой грех Потеряв Абсолютное Чувство Стыда И наоборот Гордясь Этим А Бог Говорит Вот Приходит День Наступает Который Этих Людей Сделает Подобными Соломи Я не говорю О том Что Он Будет Уничтожать Людей Потому что На всякую плоть Должен Сойти Дух Святой Я говорю О грехе Надменны Нечестивы Будут Подобно Соломе И смотри Что говорит Бог Не оставлю Ни корня Ни ветвей Ни 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 но при этом если есть корень тогда есть шанс того, что опять вырастет однако Бог говорит не будет ни корня, ни ветвей станет невозможным восстановление тех злодеев сегодня вообще есть попытка разрушения института брака чтобы остановить это страны они в этом чувствуют себя и думают какая-то темнота постигла и нашла вот возникает вопрос доколе доколе же Бог будет все это терпеть до каких пор Бог будет терпеть это высокомерие и в Исаии 62 говорит так ибо вот тьма покроет землю и мрак народы а над тобой его сияет Господь и слава его явится над тобою тьма покроет тьма какой-то мрак грядет говорил Исаия что в будущем будут такие периоды когда тьма и мрак они придут на народы придут на людей Исаия говорит так а Еремия продолжает в 13-16 говоря к отступившему от Бога Иуде воздайте славу Господу Богу вашему доколе он еще не навел темноты и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака тогда вы будете ожидать света а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою посмотрите Иуда думает что все хорошо период взойти на высоту для него и ожидает мы поднимаемся все выше и выше и свет явится и все будет хорошо но Бог говорит устами Еремии воздайте славу Богу честь вашему Господу до тех пор пока не наступила темнота пока на той горе о которой вы даже не знаете куда вы идете пока вы не споткнулись вы ожидаете света и лучшего нечто но этот свет может превратиться в тень смертную и в туман мрака или Малахия как раз таки точно говорит об этом периоде когда не будет в остатке ни корня, ни ветвей ничего не останется чтобы заново восстановиться то есть пути восстановления не будет существовать с одной стороны мир во мраке но Бог не думает ой, темнота, мрак что же поможет в этом для Бога на этой земле это и есть надежда и он говорит Малахия 4.2 а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его и вы выйдете и взыграете как тельцы упитанные а знаешь, когда мрак покроет землю когда в людях будет страх и не будет ожидания хорошего они будут в ожидании возможно несчастья и бед Малахия продолжает и говорит зайдет для вас благоговеющих пред именем моим воздающим мне честь имеющим трепетность предо мной ценищим меня вот для таких солнца правда и будет исцеление в лучах его когда будет темнота и страх Иисус высияет как солнце сегодня многие в темноте могут праздновать кто бы это ни был и думать себя победителями кто бы это ни был исламисты, радикалисты или другие и они могут думать что Бог не видит и Бог не проявит себя но в один день тот день будет как печь когда Бог проявит себя когда он воссияет и взойдет в его лучах будет исцеление каждого из вас что-то произойдет здесь написано так вы выйдете и взыграете может быть сейчас как-то не прыгается и может быть ты как телец вислях знаешь такой не движешься ты в хлеву привязан к столбу и у тебя твой маленький мирок и ты думаешь это моя жизнь никакой надежды пред тобой один дизайн пред тобой одна еда и ты думаешь так будет всегда но когда солнце правдой взойдет и принесет исцеление твоей жизни и тех которые будут благоговеющими пред Господом тогда уже в том хлеву ты оставаться не сможешь ты прыгая взыграв выйдешь оттуда упитанный такой как упитанный телец я не знаю как упитанный может так прыгать на что-то произойдет придет освобождение непрощение может замыкать тебя и не пускать вперед затворять в том мраке ты можешь быть пропитан непрощением ты не можешь идти вперед и ты как привязан к одному месту многие христиане в безнадежности этой безнадежностью они к чему-то прикованы и они думают что ничего не изменится ничто не меняется на этой зиме каждый день однообразно и жизнь жизнь однообразна в одном и том же доме родился в нем же все время живешь и даже и нет ремонта но знай что-то изменится что-то изменится поздний дождь изменит все Библия говорит о чудесах и о знамениях когда Дух Господень придет и зальется в последний период и наполнит моих сыновей и дочерей вы увидите чудеса на небесах и знамения на земле знамения чудеса обязательно не когда-то сегодня должны происходить потому что первое излияние Духа Святого в день Пятидесятницы когда Церковь начала свое существование оно сопроводилось чудесами и знамениями но это не сможет произойти без Святого Духа чудеса без него не происходят Деяние 6.8 читаем а Стефан исполненный верой и силой совершал великие чудеса и знамения в народе он был исполнен верой и Духа великие чудеса и знамения совершал в народе если человек не исполнен верой и силой ничего не произойдет нам нужно исполнение Духом Святым нам нужна вера чтобы твое сердце было без страха и сомнений чтобы ты был уверен в том что Бог говорит о твоей жизни о последнем периоде о том где ты живешь и что ты можешь Бог не сможет ответить там где нет веры хотя Библия говорит что Сатана может убегать от тебя тогда когда у тебя самого страха нет в Якове 4.7 написано Якове 4.7 и так покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас но если сегодня пересмотреть вера многих христиан растоптана сатаной они больше верят в силу и могущество дьявола нежели Бога потому что этот первый пункт покоритесь Богу а потом противостань дьяволу противостань болезни противостань своей бедности противостань неудачи неуспешности твоему когда не везет противостань не свыкайся с этим всем чтобы в твоей семье дьявол творил все то что он хочет в твоем городе в твоей жизни и затем он убежит но проблема в том что христиане сегодня никому не хотят подчиняться покоряться и вообще люди думают что свобода это свое правие свое давать права себе но покорись Богу противостань дьяволу и он убежит от вас и пусть не крутись вокруг своего маленького мирка Бог все может изменить не будь безнадежности увезти увезь то что без Духа Божьего ничто не сможет случиться в твоей жизни и необходимо чтобы Бог вдунул силу в твои слова в твои поступки в твою жизнь потому что когда куда приходит Дух Господень там все меняется взыграв выйдете прыгая или придет радость вообще нужно радоваться жизни все должно замениться на радость в твоей жизни когда Бог спасает человека когда всходит это солнце правда и приходит исцеление в жизнь какая бы сфера это ни была когда эта сфера твоей жизни исцеляется тогда действительно ты можешь прыгать кого Иисус кому Иисус прикасался те все они прыгали храмово коснулся исцелился этот храмово и тот стал скакать в храме некоторые удивляются да отчего прыгают эти люди но это те к которым Господь не прикасался а кого Господь касается для них вот так вскакать прыгать взыграть не проблема и вот это прыгать от радости это радость есть плод духа и поэтому попросим Бога зажечь потушенный огонь в наших сердцах чтобы обновить веру в нашей жизни и приблизить к себе он хочет чтобы шумно громко мы славили его и да именно ты должен скакать прыгать от радости эти радостные перемены посмотрите что написано в Исаия 51 3 так как Господь утешит все развалины его и сделает пустыню его как рай и степь его как сад Господа радость и веселье будет в нем словословие и песнопение развалины твоей жизни опустошенные сферы твое одиночество Бог может абсолютно изменить и сам он говорит утешает и его утешение оно изменит развалины сделает пустыню твоей как рай едемский сад и твое одиночество превратится в сад Господень и что-то произойдет радость и веселье в нем благодарность пойдет и песнопение когда Иисус говорил Дух Господень на мне и он помазал меня он повторял слова Исаии давайте почитаем 61 глава первые три стиха сад Субтитры делал DimaTorzok Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное день мщения Бога нашего, утешить их святующих, возвести святующим на сионе, что им вместо пепла дастся украшения, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой и насаждением Господа во славу Его. Дух Господен на мне по одной причине, чтобы людям безнадежным принести надежду, чтобы нещим провозгласить радость, сокрушенным сердцем исцеления, пленным принести освобождение, и узникам проповедовать год помилования, день мщения Бога. Бог отомстит над всякой болезнью, беззаконием, безнадежностью, будет мщение этому всему, чтобы утешить всех плачущих, которые заняты самооплакиванием, которые проклинают свою судьбу. Однажды родился и то в Грузии. Но Он хочет что-то принести в твою жизнь. чтобы плачущий вместо пепла даровать венец, чтобы не пеплом посыпаться. Горе мне, горе мне. Что со мной случилось? Почему со мной? Тьфу, не везет мне. И если ты так пеплом посыпаешь себя, Бог сдувает. И венец возложит на голову твою. В знак царствования. В знак власти. Еле и радости вместо рыдания, плача. Ты рыдаешь. Лицо плачущее. О, нет, у меня сердце радостное. Но пусть сердце твое как-то и лицу подаст знак, что радуется. Он просто не видит. И вдруг что-то происходит. И на лицо приходит радость. То души той, которая придет, помажет человека. Этот пепел, он будет сглубь. И будет возложен венец. И выражение лица изменится. Асап говорил в 21-м псалме. Душа моя, что ж ты нос повесила. Что ты унываешь, душа моя. Надейся на Господа. Потому что я собираюсь возложить надежду на Него. На Бога моего, дарующего радость лицу моему. Поэтому по лицу человека так же видно, что надежда внутри него. Если лицо твое, лик твой не изменился, такие слова надежды ты не говорил, никто не поверит. Даже дьявол не поверит, что ты правда веришь. Потому что по лицу-то все заметно, кто ты и что ты. Поэтому что-то должно произойти, если сон на лице. И когда приходит Бог, он изменяет выражение. И Бог уже провозгласил этот год. Что должно измениться положение плачущего. Что выражение лица твоего должно измениться. И вместо плача, славная одежда, одежда прославления, ты должен быть облегчен. Ты облегаешься в одежду славы. Самый лучший бренд, в который ты можешь облегчиться. Это славная одежда, одежда прославления. И вместо немощи, я не могу, плохо мне. Нет, я не смогу. Нет, у меня не получится. Вот вместо немощи, я оденешь одежду хвалы. Спасибо, Боже, я тобой могу все. Все смогу. Потому что вместе с сыном твоим, я знаю, что ты все мне подарил. Потому что однажды ты сказал, совершилось мое искупление, мое благодетствие, моя победа, мое исцеление. Уже совершенный пакт. И это не просто это не подлежит обсуждению. Обжалованию. И когда ты такой станешь, а я хочу, чтобы ты был таким, и назовут тебя насаждением правды. И четвертый стих. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города, разоренные, остававшиеся в запустении из давних родов. О каких бы страхах каждый день ты не слышал, все уничтожается. Даже грузинство. Все как будто бы уничтожается, истребляется. И ты думаешь, все, 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 истребление, конец всему. Бог сказал, когда Дух Мой из Илью, когда Дух Мой приходит, тогда все меняется. Тогда мрак, темнота могут измениться. И если на тобой высияет свет, то свет и мрак вместе быть не смогут. И какой бы большой ни была темнота, достаточно одного маленького огонька, и темнота убегает. Достаточно маленького света. Какой бы маленькой ни была лампочка, когда сожгешь, темнота уходит. Но над тобой не лампочка маленькая, прожектор воссияет. На тебя сам свет над тобой возияет. И это значит, то разоренное, опустошенное, те разоренные города, когда все уничтожено, ничто не работает. И вдруг это внезапно все изменится. Внезапно все засверкает. И не будет сложно для Бога изменить все. Просто в нас иногда трудно это все изменить. Сегодня отмечается день излияния Духа Святого. И ты должен понимать то, что ты празднуешь, отмечаешь. Это твое могущество. Твоего могущества, твоей победы, твоего исцеления, твоего успеха и преуспевания празднества. Другими словами, чтобы сказать в таком человеческом уровне, если выйдем из религиозного контекста, о, Дух Святой пришел на землю и пришел на учеников. Но на самом деле это нашего благоденствия, нашей победы, нашей непораженности, непобедимости, нашей радости, нашей свободы. День празднования этого. Потому что Дух Святой сделал реальный то, чтобы принести перемены на эту землю. И не важно, чтобы по три диплома лежала. Рыбаки, простые люди, они перевернули весь мир две тысячи лет назад. Люди с дипломами в удивлении слушали их. И говорили, откуда же у них эта мудрость? Откуда это все? Кто им это даровал? А ты скажешь, хорошо, что я не заканчивал. Но я не об этом говорю. Где нет учения, там есть мучения. Когда начинается учение, заканчивается мучение. Это нормально. Когда ты учишься и развиваешься. Когда ты обученный. Образованный. Я не говорю против этого. Но я говорю о той возможности, которую принес Дух Божий, Господень. Простым рыбакам. Простым мытарям. Сборщикам налогов. Но некоторые не такие уж и простые. Но все, все, кто были в команде Иисуса. И там были всякие, просвещенные, непросвещенные. Электрика, рыбак. Все были. И он всех использовал. И удивлялся весь тогдашний мир. Ты думаешь, две тысячи лет назад, ага, в тот период. Знаешь, философия с того времени великая и не поменялась. Иисус пришел на пике греческой философии. Люди тогда были мыслителями. Далеко было непросвещение. Тогда они все были необразованными. Но даже те удивлялись тому, что говорили апостолы. Не то, что они очень умные были. Просто Дух давал им изрекать, провещевать. Бог давал им слова, которые они должны были говорить. И сыновья мои, и дочери мои будут пророчествовать. Будут говорить. Они от меня получат. Кто-то во сне увидит, что говорить должен. Что произойдет. Как станет. Что нужно сделать. Что нужно изменить. Кто-то просто увидит видение. Картинка возникнет в сердце, во внутренности. И просто будет эта картинка, будет это видение. Различным образом. В различных формах. Но на сыновей моих и дочерей моих. На малых и больших. У них на основании этого слова. На основании слова будут представления. Сны. Слова. Которое они будут говорить. Аминь. Аминь.